Вы с проверкой должно быть, да? Так, черт, все нормально у нас. Чтобы вы вспомнили все, что знаете, чтобы быстро и гибко реагировали на творческие задачи. Работа в команде развивает soft skills, умение вести переговоры, доверять коллегам. Но отправлять журналистов в очные экспедиции, особенно образовательные, очень дорого. И не каждый журналист может позволить себе покинуть рабочее место на неделю или две. В ответ на это мы спрессовали время и пространство. Используя игровые механики и виртуальную реальность, мы можем отправить всю редакцию или сборную группу журналистов в виртуальную обучающую экспедицию. Обучение длится один день и включает в себя настольную игру, шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 и интерактивные задания, которые участники выполняют на смартфонах. Представьте себе, группа журналистов собирается в одной комнате. Задача – расследовать странные события, происходящие в небольшом портовом городе, о которых уже растрезвонили социальные сети. Задача редакции – создать мультимедийный проект на основе собранной информации. Журналисты открывают коробку настольной игры «Гексатроп», на которой каждый тайл соответствует определенному этапу создания мультимедийной истории. Затем они выбирают тему, приступают к сбору и анализу информации, редактированию своего мультимедийного проекта, созданию кросс-медийной публикации. «Гексатроп» имитирует работу в редакции, в которой журналисты обсуждают, планируют, спорят, общаются. Общение и сотрудничество критически важны для успеха в экспедиции. Однако журналисты не могут оставаться в четырех стенах. Для них важно выходить и общаться с людьми, искать героев и очевидцев, проводить интервью, искать документы, проверять и перепроверять информацию. Как это можно включить в очное обучение на тренинге? С помощью виртуальной реальности. Участники надевают виртуальные шлемы, посещают город, где они встречаются с портовыми рабочими, охранниками, экологами-активистами, бизнесменами, священником. Участники могут взаимодействовать с каждым из этих персонажей. Они могут наблюдать за жизнью в городе, за людьми на набережной, разговаривать с портовым персоналом, как это делали бы в реальной жизни. Да все не так, спорт. Все за свои рабочие места держатся, слово боятся сказать. Лишь бы деньги получать. После сбора фактов участники загружают их на специальную виртуальную доску и пытаются найти связи между фактами. Задача разобраться в ситуации, перепроверить и написать интересную историю. Это не просто игра в виртуальном пространстве, это полноценный образовательный продукт. На протяжении всей игры участники могут выполнять задания на карточках мозг и сердца, на обратной стороне которых есть QR-коды. Это микрозадания и тесты, интерактивный квест, за прохождение которого можно заработать внутреннюю валюту. Эту валюту можно потратить на производство и продвижение игрового мультимедийного проекта. Карточки мозга тренируют конкретные профессиональные навыки, рассказывание истории, редактирование, создание мультимедийных форматов. Карточки сердца не содержат правильных или неправильных ответов. Это вопросы профессиональной этики, эмоционального интеллекта, формулирования собственной позиции, составления карты, ценностей всех участников. Вся активность во всех реальностях синхронизируется, и достижение команды в настольной игре, выполнение заданий, виртуальной реальности – все это вместе влияет на их успех в экспедиции. В конце обучения участники узнают, как город отреагировал на публикацию их материала. Гексатроп – это комплексное решение для обучения журналистов и медиакоммуникаторов. Он эффективнее, чем простое слушание лекций и чтение книг. Это современное обучение на практике, которое можно организовать в любом городе за один день.